Новое утро выдало солнечно. Заливается на улице Соловей. Уехали поздно вечером в дождь Ника и Артём, так и не дождавшись появления Мурлока. Да и я, собственно говоря, первое, что сделала, продрав глаза в пять утра, ринулась на чердак, стала рыскать по всем закуткам, вызывая Мурлок-Мурлок. Но, увы, его там не оказалось. Возможно, он появится позже, а сейчас нашёл себе какое-то другое пристанище. Обычно его активность начинается где-то после одиннадцати часов, и он выходит на прогулку. Ну что ж, будем ждать. А поздно вечером, уже в темноте, я услышала звук машин, поворачивающих к Савиному долу. И я чётко знала, что это те две машинки, которые привезли наших работяг. Ещё слишком рано, чтобы наносить ему визит, но через несколько часов мы наверняка встретимся. А на улице, между тем, заливаются соловьи, прохладно, и всё сырое после вчерашнего затяжного дождя. Вот, в общем, я успела сбегать в лес за грибами, чтобы набрать корзиночку для ребят. Всё мыто. И будет сегодня наверняка причёсано, поскольку я намерена продолжить избавляться от снытия. Да, такое ощущение, что пивун засел вот на этой берёзе и заливается вовсю. Иногда включается в дуэт кукушка, её сменяет в яхе. Всё прекрасно. Эх, только кота нету. Единственное, что меня очень и очень расстраивает. Если бы Мурок пришёл, я бы сразу же позвонила Нике. Впрочем, в городе они сегодня точно не задержатся. Появятся здесь как можно быстрее. И, по-моему, я его даже вижу. Ну-ка, ну-ка, попробуй увеличить. Очень тяжело обнаружить этого маленького серого пивуна. Мне показалось, что он где-то мелькает в ветвях. И упорхнул. Такое ощущение, что застеснялся камеры. Ну что ж, скоро его песня начнётся по-новой. И новый день предвещает, я полагаю, только хороший. Ну, а Виська, между тем, продолжила зарядку. Она уже размялась хорошенько в избушке с котом, который завалился спать на моей кровати. И опять копает ямы. И что ты вытворяешь? Пещера. Пещера с сокровищами. Весь клада там точно нет. Этот песок я насыпала. Так, там же веточка закопана. Ну, конечно. Надо её ещё раз закопать, потом раскопать. И так достаточно долго. Да, Виська — это нечто. Было бы где деревья на участке сажать. Это мне точно помогло копать ямы. Но пока только раскапывает. Так, ладно, надо отправляться в избушку, переодеваться и готовиться к своим трудовым будням. Я здесь в огороде обнаружила движение около бытовки. И спешу поздороваться. Не хотела захотя ранее, чтобы ребят не тревожить, они поздно приехали. Но, видно, все уже пробудились. Снимать не стану. Потому что обниматься лучше с выключенным телефоном. Ну вот, пообнимались, расцеловались, мне вручили подарки, зелёные насаждения. И сейчас предстоит знакомство с Виськой. Она была найдена ровно на этом участке. Я смотрела у них из окна, и вдоль забора бежало вот это существо. Я сначала думала, это лисёнок. Но она очень стеснительная. Генка приезжала с Машкой, с Розькой. Она пряталась всё время под кольцо от Генки. И последнее время повадилась там ночевать. Ну вот, контакт. Вы очаровываете всех собак. Так, Карри. Ну, как всегда. Карри уже выхватила своё. Ай, Карька ревнует к Виське. Ну вот, давайте мне собак закармливать. Слушай, не надо, Ром. Она у меня на особой диете. Она немножко может. Вот она. Воспитание. Всё, понесла. Жирыч. На маленьком островке зелёного клевера. Как же ясно, что вы приехали. Ну, я надеюсь, вы надолго? Чаевое? А у Аркадия строить? Не знаю, пока ничего не говорю. У Вадима тоже пока ничего. Так, то есть вы здесь мелькнёте и опять свалите. И есть куда, да? Да, у нас в Чехаре уже ждут. Через 10 дней, через 12 дней надо закончить. Так, всё ясно с вами. Диссиденты. По-любому вернётесь, никуда вы не денетесь. Как это всё зависит от ваших, Илья Александровна? Ах, если бы от меня. Ах, ну всё, всё, всё. Обнимашки, целовашки. Да, да, ну ты макака весь. Ладно, пойду я пошныряю мурлок и посмотрю. Кстати, ведь надо ещё у меня инструмент забирать. И корзиночки. Мы сейчас разрузимся, вещи свои разрузим продукты и начнём потихонечку. Ах, я тоже начну потихонечку. Вон в тех пакетиках меня ждут зелёные насаждения. Да, только вы учтите, что буквально несколько солнечных дней, а потом опять дожди на целую неделю. Я знаю, поэтому нам надо быстренько. Эх, в данном случае быстренько означает ещё и качественненько. Ну всё. Бонечка соскучилась, Сань. Она, правда, сгрызла почти этого жука, которым ты с ним играл. Бонечка сюда ходит? Сюда нет. Он сейчас дрыхнет в избушке, они с утра уже наволтузили. Слушай, ну это такая нечистая пара. Они в избе, бог знает что, вытворяют. Понятно, с этой-то что делают? Эта переотдыхает. Вот уж за что она в Виске должна быть признательна. А, на пенсию её списали. Ну она стала действительно уставать от Боньки. Потому что он с ней, я не знаю, он на неё прыгал со стола. Сверху. Веся, это машины. Ладно, пойду Мурлок поищу. И сразу же начинается разгрузка. С водителем мы тоже давно знакомы. Это его не первый рейс Савиный долг. Ну что ж, смотрю, новая арматурка приехала, досочки. Всё, жизнь закипит. А Мурлока, между тем, под домом не оказалась. Ну что ж, буду приходить, смотреть то у себя, то здесь. Веська, обласканная коллективом, отправилась в освоясь. Однако, посмотрим, что будет делать Ази. Ну-ну. Поджала хвост и ринулась домой. Однако, нет другую сторону. Ха. Надо пойти забрать. Однако, ничего страшного не случилось. Веська облаяла Азель и поскакала к калитке. Затем мы вместе сходили в автолавку. Вот сейчас я оказалась с Айном Доле, потому что ребятам понадобился один из ключей, который они оставляли от бытовки. Ну, а тут, как всегда, благолепие, великолепие, сыр и плесень развесились на стекле. А какая-то новая рассада, судя по всему, тыковки. И загорает блинец, элегантно слезив своё пузико. Буйка, какой же у тебя маникюр! О, да, мне после возни с клумбами такой и не снился. Чернозём под ногтями, как их не подстригай. Да истричный не получается, потому что чем-то надо выдирать после леса клещей, если вдруг они появятся. Какая же ты красота, Уля! Всё хорошо, только Мурлока не хватает. И этот негодяец. Ой, как же я надеюсь, что он вернётся и всё будет благополучно. Ну, гостеприимная кухня ждёт своих хозяев, которые вернутся сегодня к вечеру. И начнутся великие дела. Ну, Слава уже начала расчищать веранду. И скоро начнётся демонтаж водостоков, отцепление, обрамление окон и интенсивная покраска. Ладно, ищу ключ и внедряются вновь свои клумбы. И пошёл, выносятся инструменты за моей мастерской, большими охапками. Вот это инструмент. Да. И, наконец-то, я смогу, когда пойдёт дождь, собраться и устроить тут приборочку. Так. Это пишущая машинка. Мне её подарили. Но пока для неё нет достойного места. Слушай, а чего там надо с генератором делать? А вы сказали, что он неисправен. Почему? А мы его даже не пробуем. Да ладно. Славка вроде говорил, что там что-то чинить надо. Ну, спрашиваю. Сейчас придёт. Да, приборочка тут предстоит генеральная. Но сначала надо, чтобы место освободилось. После работы электриков у меня тут некоторый беспорядок. Теперь можно всё восстановить. И снова из дома удрал Томи. Пытаюсь поймать. Он оказался уже около моего дома. И вот сейчас попытаюсь ссапать с помощью моих собак. Хулиган. Всё, я его ссапала. Помаши всем лапкой. Отправляйся домой. И больше не удирай. У нас котяра исчез два дня назад. Он так и не пришёл. Так что не хватало ещё этой драгоценной пропажи. Ладно, пойду шопать. Собаке, всем спасибо. Ассистенты, домой. Пробок шла полным ходом. Клубы хорошели. Но в этот момент позвонил Вячеслав. И попросил достать из неких апартаментов мешок со скотчем. Поскольку предкушается подкраска. Уже сняты все составляющие с основного дома. А сейчас ребята решили, поскольку сильный ветер красить ещё нельзя. Заняться совешней. Предстоит демонтировать сетку, предварительно натянутую. И закрепить металлическую, которую привезла сегодня машинка, приехавшая рано по утрам. И водитель Лёша увёз все мои грибы. Увидев их, просто-напросто, и зашёл слюною, сказал, что сердце неспокойное и очень хочется отведать. Ну что ж, я очень рада, потому что человек хороший. А у меня появился лишний повод сбегать завтра за грибами. Потому что, так или иначе, ребята их должны отведать. Ну а сейчас возвращаюсь к себе и начинаю сажать те прекрасные растения, которые мне подарили наши трудяги. Да, безусловно, общение с хорошими людьми, посадка растений, которые они привезли, освобождение клумб от снытия, а этому ещё конца и края не видать, очень здорово отвлекают. Но между тем, я каждые полчаса поднимаюсь наверх, на второй этаж, в поисках молока. Однако всё тщетно. Не только кроватку, на которую он обычно устраивался, но и все закутки. Я обследую каждый раз, когда заходила за скотчем к Нике в дом. Думала, что, может быть, он случайно где-нибудь там затаился, и поэтому мы не смогли найти. Проверила трубу, по которой стекает вода под поворотом на совейный дол. Но, увы, пока никого ничего и полное невидение. Да, для того, чтобы хоть как-то отвлечься, я сейчас снова продолжу работу, буду дождаться приездники Артёма. Ну, а пока, пока ничего хорошего. Ладно, посмотрим, что будет дальше. А дальше поступила информация от Николая, который проверил очень тщательный участок своих работодателей и заявила, что на нём никаких признаков кота не обнаружилось. А лобаи никуда не сбегали, и, собственно, всё было спокойно, никто ничего не слышал и не видел. И есть надежда на то, что Мурлок туда не забрёл. Впрочем, у Ники на участке огромное количество лис. И бог его знает, что могло свершиться. Но между тем, чтобы отвлечься от всего прочего, я продолжаю бороться с зелёной биомассой в виде снытия, которая запланила большую часть моих псевдоклумб. И сейчас, в данный момент, коленные суставы сказали шарь, и надо переключаться на другой род деятельности. Ну что ж, великолепно. У меня осталось ещё пара грядок, и надо бы их перекопать. Из корзины я сегодня точно не сяду. Это в дождливую погоду. Кстати, они настолько приглянулись с ребятам, которые ко мне заходили, что весь мой запас, давяйся, всё, что мы с тобой кляли, и я тебя спасал веточки, всё уезжает под Воронеж, где весьма пригодится в домашнем хозяйстве. Лишней корзинки в доме не бывает. А потому есть стимул продолжать плести, и это отдаляет меня от того момента, когда я снова сяду за вырезание по дереву. Однако, находится ещё и масса дел. Помимо прочего, и сегодня мне сиденье в избушке при протопке печки точно не грозит. Всё, выношу сорняки и беру за лопату. Ну сколько ж можно колени напрягать? Ах, это полуприседное состояние, и богу доводит до исцепления при слишком большом изобилии. Как говорится, смена деятельности, уже отдых. Боги, какое же счастье, что меня наконец-то позвали в солиный долг, для того, чтобы хоть немножко распрямила свои корявые ножки в сагбенной от праполки снытия. А тут вовсю идёт грунтовка. И в данный момент уже открывается второе ведро, потому что совешнее практически пропитано, запах стоит неимоверный. А, да. И что это у нас? Так, выхожу, смотрю, вижу цену. Присела, но ещё не падаю. Фактур, стало быть. Так, конкретнее, почему фактура, чем хороша, и как оно там. Давай, давай, народ уже отвык от твоих вещаний, всем же нужен опыт. Вот краска, вот краска бомба. Я не рекламирую, я просто рекомендую. Ну, это опыт. А то просто взято, потому что она более-менее дешевле, чем базовый грунт. А вот теперь для сельских бабушек, типа меня, конкретненько, для чего грунтовка, ну, для чего краска, понятно? Ну, краска, что грунт, для того, чтобы краска держалась. Так. Более долговечно, так скажем. Дело в том, что раньше для меня понятием грунта, это было как достирание неровных поверхностей. Ну, поскольку все доски шлифованные, в этом необходимости не возникает. Значит, это просто залог долголетия и великолепия. Это деньги, большие деньги, поэтому хотелось бы сделать нормально, чтобы подольше она послужила. Ух, послужит. Причем, насколько контраст стали смотреть цвета с овешней, которую только что покрыли грунтом, и основного дома. Ну, и там, и там уже сняли... Вы не увидите вот оттуда, между ними встаньте и... Нет, ну, я заценила. А вы не увидите. А почему опять на «вы»? Нет, я имею в виду в телефоне не увидят. Люди, вы не увидите. Нет, ну, я-то вижу. Все засияло и улучшилось. И это все строение за сегодняшний день, учитывая снятие конструкции, которую вы выполнили с большого дома? Да, вечером надо их уже грунтовать, потому что завтра красить. А он, чтобы впитался, надо за ночь хотя бы, чтобы постоять. Ой, слава богу, вы привезли хорошую погоду. Если все будет как обещано, целая неделя солнечных дней, хотя слабо верится. Погода не постоянно. Ох, ладно, отдыхаю душой и возвращаюсь на участок. Как же я сдолбал сполоть. Надо переходить на то, чтобы копать. Ну что ж, на моем счету еще пара грядочек, хотя и перекапывать в стационарной грядке это просто удовольствие по сравнению с тем, что делается нам цельнее. Веська и Карри встретили Нику, сопроводили ее в Савиной дол и вернулись отдыхать на участке. Да, Ника и Артем вернулись, и я услышала в приближении своей дочери по возгласам Мурлок-Мурлок. Прибавилось у нее за нынешние дни седых волос, и все ее шутки насчет того, что Мурлок ушел с котумочкой в Москву, это просто желание хоть каким-то образом выйти из того стресса, который возник в связи с исчезновением. Мы ужасно переживаем. Несколько раз за день звонила Машка, осведомляла, что и как. Но, к сожалению, ее ничем пока нельзя порадовать, как и всех прочих, кто переживает за нашего кота. Да, это стресс. Это действительно стресс для нас всех. И надеюсь, что все-таки что-то может случиться хорошее. Поскольку Коля, наш Таджик, тщательно обследовал территорию своих работодателей, не обнаружил ни малейших следов, так сказать, контакта кота и алабаев, которые охраняют дом и прилежащие территории. И это уже вселяет хоть какую-то надежду. Но между тем у нас входятся лисы. Причем в изобилии это все было показано зимой. Но надеюсь, очень надеюсь, что прямого контакта не произошло. И в ближайшие дни хотя бы что-то прояснится. Ну что ж, будем надеяться на лучшее, как всегда. А пока здоровья, всем удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok